Привет, ребята, опять! Меня по-прежнему зовут Дарья, в руках у меня коробка с укулелья, и сегодня у нас с вами новый выпуск рубрики Боксинга, Дарья! Перед началом этого чудесного анбоксинга я расскажу немножко про свою локацию, я сейчас нахожусь у родителей, то есть вот этот красивый фиолетовый фон пока у нас до сентября остается в Питере, а я нахожусь не в Питере, а вообще где-то в поле. В полевых условиях работаем, друзья! Я уже знаю, что это за укулелька и чья это укулелька, да, это подписная сегодня у нас с вами укулелька на обзоре, но не буду раскрывать все карты. Для начала давайте мы возьмем, к сожалению, не тот нож мой, а вот обычный нож, и откроем посылку. Вот с таким ножом, кстати, труднее открывать, я еще какое-то взяла с зазубринами. Вы заметили сейчас, насколько я профессионально тяжу в комнате, там против окна, чтобы было хоть что-то видно? Все. Как всегда у нас с вами будет в комплекте чехол, самоучитель и сама укулелька, но я думаю, мы начнем как раз с укулели, потому что по вот этой всей раздатке будет сразу понятно, чья это укулелька. Опа! Так, я уже вижу, кстати. Это укулелька от Аленки Швец. Она выпустила новую укулельку. Это новая подписная укулелька от Алены Швец, она ее посвятила в честь выхода двух альбомов, клевых, полноценных. Кстати, напишите в комментариях, послушали вы эти альбомы. И как раз по вот этой обложке альбома она сделала свой дизайн. Боксинг от Дарьи. Ну давайте сейчас чуть-чуть попозже поговорим про саму укулельку, быстренько по комплектации. Что на этот раз положили? Стикерпак. Кстати, стикерпак, по-моему, был точно такой же и в предыдущей подписанной укулельке от Алена Швец. Да, она уже выпускала два года назад, и, видимо, сейчас они решили обновить свою укулельку. Ну, пока посмотрим. Может, что-то новое добавили? А может быть, это лучше старое? А может быть, они одинаковые? Я пока сама не знаю. Чехольчик. На этот раз чехол у нас с вами темно-синий. Хороший, кстати, добротный, плотный чехол. Прям очень хорошо. Тот раз был, кстати, такой розовенький. Первая укулелька была сделана в виде каких-то розовых акварельных пионов, каких-то цветов. Прикольненько, прикольненько. Брошюрочка. Самоучитель, кстати, они в этот раз сделали его больше. Первый подписанной укулельки такой маленький, как Атулькин. Здесь прям хорошо распечатали. В принципе, ля-ля-ля, тося-боси на подносе, и я тоже есть на этом самоучителем. Смотрите, это Даречка, ваша любимая. Вот везде я. Вот в каждой дырке я затычкаю, походу. Вот везде я есть, на всяких брошюрках. Приятно. Очень приятно. Да, эту укулельку выпустили в коллаборации с брендом Flight. Flight и Алена Швец. Кстати, я также выпускала подписную свою укулеле, точнее, акулеле, вместе с Flight'ом. Можете посмотреть обзорчик отдельный на это. Вот так, акулеле на Швеции, это вторая подписная укулелечка. Давайте думать, что же тут нового. Пока самоучитель. Такое же просто сделали больше. Стикерпак плюс-минус такой же. Чехол. Пока мне нравится. Реально, очень хороший чехол. Чехол это очень важно. Про чехол я как-то рассказывала в одном из видосов про аксессуары, но зачем он нам нужен. Вот это прям добротно. Прям хорошая тканюшка. Пахнет отменно новизной. Давайте теперь к самой укулелечке. Да, она пока не особо настроена. Мы ее настроим, поиграем на ней. Какие-то тюркские мотивы. Столки у нас, в принципе, хорошо все работают. Ничего не проворачивать. Что мне нравится у инструментов от Flight, это то, что они первоначально ставят хорошие заводские струны от Аквила. Эти струны, они мягенькие, хорошо звучат. Супер, можно их даже не переставлять. То есть на этих заводских струнах и играть. Я так обычно играю. Что еще тут есть? Кнопка для ремня. Кстати, ремень она тоже отдельно выпускала для своей первой укулельки. И я даже не знаю, будет ли еще какая-то дополнительная штука, аксессуары для вот этой второй подписной. Без понятия. Задняя часть корпуса у нас такая вот. Покаты. В принципе, прикольно, так как это укулелька travel формата. Удобно брать ее в поход, как-то ее держать. По ладам. Я знаю, что на первой подписной укулельке Алена делала на вот эти ладовые маркеры. Цветочки вместо кружочков. Здесь просто кружочки. На этот раз вторая подписная укулелька от Швеции. Такая же сопранка. И, честно, я пока не понимаю, почему. Типа, по факту, можно было сделать концерт на этот раз. Но кто я такая, это лишь мое мнение. Можете написать в комментариях. Как вы думаете, целесообразно ли выпускать две подписные укулельки одного формата? То есть, я бы ожидала больше чего-то концерт. Вот хотелось мне чего-то концерт. Между прочим, свою подписную укулельку я сразу сделала концерт. Но мне кажется, это логично. Вот как вы думаете? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Потому что я пока, честно, не выкупаю рофла. Охота чего-то новенькое. Ну ладно, давайте разбираться. Модель сама по себе называется у нас Туз Алена Швец Токсик. Прям как раз для меня. Я считала токсична, мадам. По дизайну прикольненько. Такой вот градиент есть на голове грифа. Дизайн на самом корпусе тоже прикольный. Такой токсичный. Не зря называется модель Токсик. Это сделано чисто для вот этих двух альбомов. Понимаю, насколько была долгая и кропотливая работа, чтобы выпустить эти два альбома. Если кто не слушал, можете послушать. Прикольно. Мне понравилось. Разножанровое. Интересное. Я, кстати, по этому альбому разобрала несколько песен. Можете посмотреть так же. Чисто как пока для коллекции. Возможно, если бы это была сразу первая подписная укулелька и до этого не было никакого опыта, у меня была бы другая эмоция и другие реакции. Ну, пока, ну, блин, я не знаю. Ну, прикольно. Выглядит пока что. Давайте послушаем, как это все звучит. Надо проверять звучание этой укулельки. Конечно же, мы будем на творчестве Алены Швец. Должна быть максимальная концентрация швец в одном ролике. Боксинг, Адари. И для показа звучания данной укулельки я выбрала такие песни с альбома «Я-то противоядие», чтобы вам было интересно это слушать. То есть не тупо боем все играть от начала до конца или перебором, а какие-то там щипочки, какие-то бросочки. В общем, сейчас все услышите сами. Звони, если поймаешь бетрип, если когда-то захочешь, люби. Наверное, просто такой сложный возраст. Черт, у соседей отправимся в космос летать. Звезды заменят кровать. Мачи, галактика, девочка, дрянь. Знаешь, меня умолять слишком поздно, но будешь рыдать, когда закончится воздух. Кстати, прикольно. Случит вроде бы все и даже и звучит. Да, то, что я сейчас делала, вот эти шокотака, это называется перкуссии, элементы перкуссии. И, в принципе, они звучат. То есть, да, я сейчас играла для видео ногтями, но, в принципе, если вы будете играть и просто кончиком пальца, то тоже звучит. Есть объем, есть где резонировать звуку. Иногда бывают особенно дешевые какие-то модели. Укулелек, там до 2000, например. Это вообще дрова-дровишки, и вот ты вроде бы стучишь, а звука никакого нет. Резонаторства тоже никакого нет. А тут звучит круто, приятно удивлена. Клубничные сырки-ки-ки-ки-ки Спасают в тоске-ки-ки-ки-ки. И если ты чувствуешь, как будто скоро сдохнешь, Глади скорый сырочек себе в рот, И он тебя избавит от забот. О чем грустил сырками больше, Ты уже не вспомнишь. Звук зажигалки я провожу, Это лето на свалке, Считаю модным Странный макияж и колготки. Звук зажигалки я провожу, Это лето на свалке, Считаю модным Странный макияж, Странный макияж, Странный макияж и колготки. Одиночество на вкус, Это плесень кружки и чая, Я тебя еще дождусь, Я ее не выливаю. Одиночество на вид, Это полки магазина, Что продуктами забит, Но моя пуста корзина, Одиночество на вкус, Одиночество на вкус, Одиночество на вкус, Поясни за свою маленькость Алёна, За свою маленькость Алёна, Поясни, поясни, За свою маленькость Алёна, За свою маленькость Алёна, Поясни, поясни, За свою маленькость Алёна, За свою маленькость Алёна, Поясни, поясни, За свою маленькость Алёна. Выберу самое лучшее платье, белый воротничок, Завтрак тысячи оладьев и на княжучок, Попрощается со мной, попрощается со мной, Долго не вернусь домой, долго не вернусь домой. И какой же итог я могу сказать по данной второй подписной укулельки от Алены Швец? Так как она уже выпускала около двух лет назад свою подписную укулеле, то я не могу не сравнивать их между собой. Поймите меня правильно, если бы это была первая укулелька, то я бы могла быть другого мнения, но пока оно такое. По факту это все то же самое, что и было в тот раз, просто другой дизайн. Все-таки лично для меня, как для укулеле-плеера, мне бы хотелось видеть что-то новое, помимо дизайна. С одной стороны, да, прикольно сделать инструмент с этим же дизайном, что и для обложек альбома, то есть типа в честь альбома выпустить инструмент, прикольно. Но если мы все-таки сравним вот эти два инструмента, первую подписную укулельку и сейчас, то ничего нового я для себя не вывела. Если бы сделали концерт-версию, напишите, кстати, в комментариях, как вам удобнее играть, на каком виде укулельки сопрано, концерт, может тенор. Лично для меня все-таки, если выбирать или сопранка, или концерт, я бы лучше выбрала концерт. Было бы прикольно. Два одинаковых инструмента, два одинаковых вида, для чего, зачем. Может быть, я сейчас прикапываюсь, и это надо смотреть с другой стороны. Опять же, можете написать в комментариях и сказать свое мнение. Но если это не сравнивать ни с чем другим, то сам по себе хороший инструмент. Хорошие струнки, ничего не дребезжит, хорошо держит строй. Прикольный дизайн, молодежный, можно так сказать. Йоу, привет, недведь, молодежь! Но если у вас уже есть инструмент, то покупать точно такой же второй я не вижу смысла. Ну, а если получилось так, что вы наткнулись на этот обзор, и вы любите творчество Алены Швец, и у вас до этого не было никакого инструмента, ни первой подписной, то вы можете тут уже выбирать. Брать этот инструмент или любой другой от нее. Если вы все-таки захотите вот этот приобрести инструмент, то вы можете это сделать в магазине Динатон или у Кулили Центр своим промокодом Кирпич 21. Там будет действовать скидка. Это действует и на Афлан, и на онлайн-магазин. Кстати, вы можете посмотреть предыдущие ролики анбоксинга Дарья. Прикольно, интересно, из чего состоит музыкальная моя коллекция. Ну и также, играйте на укулельке, слушайте хорошую музыку. Меня по-прежнему зовут Дарья. Пока! Если вы все-таки решите приобретать вот эту акулеле, то вы можете ее... Акулеле. Даша, это не твоя! Забудь!